Это грустная и мрачная история амальгометов. Когда-то они были обычными монстрами, но неудачный эксперимент Альфис по их возрождению с помощью инъекций решимости превратил их в ужасных созданий. Как известно, физическое тело монстра не способно удерживать в себе высокий уровень решимости, из-за чего монстр просто растает. Так и случилось с этими беднягами. Потеряв свою физическую форму, они стали соединяться вместе и мутировать. Испугавшись результата эксперимента, Альфис обманула семьи амальгометов, сказав, что они просто погибли, а сама спрятала их в своей лаборатории. Из-за этого они стали деградировать и вести себя словно домашние животные, однако они могут вспомнить о своей прошлой жизни, ведь они все-таки получили свои души назад. Амальгометов невозможно убить, их можно только пощадить. Всего в лаборатории человек может сразиться с пятью амальгометами. И начнем мы с Мемори Хэт. Это три головы, которые живут в раковине. Во время боя они могут добавить в инвентарь человека кусочек себя, плохое воспоминание. Оно отнимает одну очко надежды, но если ее уровень три и ниже, полностью восстанавливает. Мемори Хэт атакует с помощью появляющихся из ниоткуда рожиц. Для победы человеку нужно воспользоваться телефоном, в котором он услышит голос, призывающий присоединиться к монстру. Если отказаться, амальгомет оставит вас в покое. Следующий амальгомет Эндогини. Оно состоит из душ собак, родственников Догами, Догорессы, Догга, Большого и Малого Пса. Амальгомет может атаковать как самостоятельно, так и обстреливать человека неким подобием стрел. Эндогини нужно позвать, погладить, поиграть с ним, а потом еще два раза погладить, тогда он успокоится и уйдет. Также можно победить его с помощью Тихого Щенка, которого можно получить, если подсунуть под дверь одной из комнат в отеле Метатона Хот Дог. Третий амальгомет это Птица Жнец. Ее голова напоминает монстра Астигматизма, а крылья тела финального Фрогита. Ноги же явно являются частью Вимсалота. Во время атаки появляется некое существо, которое атакует бабочки, отчего оно теряет голову, а потом начинает создавать новые головы и кидаться ими в человека. Чтобы победить это существо, нужно помолиться, подразнить и озадачить птицу. А ведь именно эти действия нужны для победы над финальным Фрогитом, Вимсалотом и Астигматизмом. Переходим к следующему амальгомету. Это Лемон Брет, что можно перевести как лимонный хлеб, как ни странно. Она состоит из частей Шарены, Молбега и Аарона. Лемон Брет является сестрой Шарены. По ее диалогам можно понять, что ей плохо и одиноко. В бою она вызывает огромную кусачью пасть, а также стреляет шарами. Для победы над ней нужно напрячь мускулы, напевать и не обнимать ее. Последний амальгомет, пожалуй, самый грустный из всех. Это мама Сноудрейка, того самого плохого комедианта, который ушел из семьи и в успех которого не верит даже его собственный отец. Внешне она напоминает нормального Сноудрейка, но ее глаза похожи на вегетоидов. В отличии от других амальгометов, она не хочет драться с человеком. Ее атаки очень слабые и безвредные. Она говорит, что ей холодно и постоянно зовет своего сына, Сноуи. Чтобы ее успокоить, нужно три раза пошутить, ведь это любимое занятие ее сына. Есть еще и другой амальгомет, с которым нельзя сразиться, но увидеть его можно, если лечь поспать в кровать. Через некоторое время он появится и заботливо укроет человека одеялом, а потом исчезнет, что полностью опровергает его агрессивность. Хотя поначалу это, конечно, выглядит жутковато. Но не все так плохо в этой истории. Человек дает понять Альфис, что пора бы уже взглянуть в лицо своим страхом и открыть правду об амальгометах. На пути истинного пацифиста после победы над Эзриэлем и освобождением всех монстров, амальгометов можно будет увидеть с их семьями. А значит, эта история все-таки закончилась для них хорошо. И если она вам понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А в комментариях напишите, о ком еще вы хотите услышать в следующей истории. С вами был Некрос, всем пока!